Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в 67-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке я хочу вам показать интересный виджет, с помощью которого вы можете в всплывающем окне отобразить любой URL, любой сайт. Вот у меня есть кнопочка, я кликаю, и у меня в всплывающем окне отображается сайт, который я указал. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. И при установке виджета, обратите внимание, у нас виджет устанавливается как обычно, но у нас здесь с виджетом будет такой jQuery документ. Без него у нас ничего не будет работать. Я вам напоминаю, как установить вот этот jQuery документ. Вы после установки виджета переходите в программе Adobe Muse File и выбираете пункт «Добавить файл для передачи». После всплывающем окне находите ваш урок с папкой, с виджетом, выбираете jQuery этот файл и «Открыть». Всё. Больше ничего делать не нужно, у нас виджет будет работать. Итак, что мы имеем? Мы имеем обычный прямоугольник текстового фрейма. То есть мы здесь опять задействуем стиле графики. В настройках виджета «График стайл» первое поле. Здесь у нас можем задать любое значение на английском языке. То есть я здесь задал txt, и вот этот txt нужно для этого объекта, так как он является кнопкой, задать ему в стиле графики. То есть всё то же самое. Вы заходите в стиле графики, создаёте новый и называете новый стиль txt. Я уже сейчас не буду показывать, потому что уже неоднократно я показывал и в прошлом уроке делал то же самое действие. То есть для этого объекта назначаем стиль графики, потом указываем этот стиль здесь. Дальше. Адрес, который будет появляться в всплывающем окне, прописывайте в поле ниже. Windows Name, то есть это вот это окно с именем, можете написать что угодно. Здесь, я не знаю, может быть русский не поддерживается в этом поле. У меня там имя не показывается. Дальше. Windows высота и Windows ширина вот этого всплывающего окна. Вы задаёте в пикселях здесь. Дальше. Центр поп-ап, то есть открыть в центре экрана всплывающее окно, если стоит галочка. Эти поля у нас являются неактивными, да? Если галочку снимаем, поля вот эти становятся активные. Это отступы от верха топ и левт, от левой стороны отступ. Например, если вы хотите где-то, чтобы он слева края всплывающее окно вылезло. И у нас тут остаётся ещё чекбоксы. Можете их включить, посмотреть. Но я здесь вообще не увидел никакого отличия. Все их включал. То есть не увидел ничего интересного здесь. Единственное, только вот если сделать, поставить галочку Toolbar, тогда у нас ссылка открывается в новом окне. Но тогда абсолютно пропадает смысл, так как мы можем любому объекту задать ссылку и сделать так, чтобы она открывалась в новом окне. Поэтому здесь она вообще бессмысленная. Можете эти галочки вообще не ставить. В общем, у нас вот эти верхние настройки, тут самое главное, мы их уже с вами настроили, да. И в принципе у нас уже там работает всё без проблем. Я нажимаю, окно всплывает. На этом урок я заканчиваю и увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok